Если у вас есть возможность и желание, вы можете поддержать проект по ссылкам в описании. И тогда на канале будут выходить еще большее количество интереснейших видео. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Артем, и вы находитесь на канале HardTales. В числе прочих моих интересов, я очень много времени уделяю историям разработки и появления тех или иных носителей информации. Таким, например, как оптические и жесткие диски флеш-память и также другим типам памяти. Часть из этой памяти так и не добралась до прилавков магазинов и в дома потребителей. В 1956 году компания IBM выпустила новую компьютерную систему IBM 305 Ramac. В качестве хранилища в этом компьютере использовался пакет жестких магнитных дисков, а если быть точным, то целых 50 дисков диаметром 610 мм каждый. Эта, мягко говоря, внушительная конструкция весом более тонны и емкостью всего в 4,8 МБ представляла собой одно из первых появлений так называемого жесткого диска в коммерческом компьютере. С тех пор жесткие диски прошли огромный путь. Какие-то технологии в жестких дисках носили эволюционный характер, а какие-то революционный, как, например, термомагнитная запись или запись с помощью микроволнового излучения. Про эти технологии у меня есть отдельный интересный выпуск, ссылку оставлю в описании к этому видео, а также в прикрепленном комментарии. Классический жесткий диск состоит из относительно герметичного корпуса, который заполнен обычным атмосферным воздухом, однако он очищен, чтобы никакие частицы в воздухе не повредили внутренности жесткого диска. Такой относительно герметичный корпус жесткого диска получил название гермозона, и в нем вращается пакет дисков с нанесенными на их поверхность магнитным веществом. Современные диски имеют двухстороннюю поверхность, и на каждой стороне блина находится блок головок. Одна головка для чтения и вторая для записи данных. Записи чтения данных, если не вдаваться в подробности, происходят практически по тем же принципам, что и в обычном кассетном аудиомагнитофоне. Магнитное поле записывающей головки намагничивает так называемые магнитные домены магнитного вещества, которым покрыты вращающиеся диски. Во время чтения считывающая головка при прохождении над магнитными доменами наводит в катушке магнитное поле, и таким образом можно кодировать информацию, записывать и считывать те самые нули и единицы, с которыми и работает компьютер. Мы с вами только что выяснили, что внутри обычного жесткого диска нет никакого вакуума, а гермозона вообще сообщается с атмосферой через специальный фильтр. Дело в том, что головки чтения и записи никогда не касаются поверхности магнитных пластин, и постоянно парят над ними, буквально в нескольких нанометрах. Если головки коснутся пластин, то диск будет поврежден. Газовая среда заставляет парить головки, а происходит это благодаря такому физическому явлению, как эффекту Бернули, и он невозможен в вакууме. Современные диски вращаются на достаточно высоких оборотах, 7200 оборотов в минуту. Все было бы хорошо, но воздух обладает не самыми лучшими параметрами теплопроводности. Также при вращении нужно постоянно преодолевать его сопротивление, на что тратится дополнительная энергия. Еще в 60-х годах ученые выяснили, что пространство внутри корпуса жестких дисков можно заполнять не воздухом, а другим газом с более интересными свойствами. Речь, конечно же, идет про газ под названием гелий, который имеет довольно уникальные свойства. Он лучше отводит тепло, чем азот и кислород в обычном воздухе, а также поскольку гелий куда менее плотный, чем воздух, а именно в 7 раз, то на вращение пакета пластин можно затрачивать куда меньше энергии от электродвигателя. Это особенно стало актуально для первых жестких дисков, которые были просто огромными, и для вращения пластин использовались внушительные электродвигатели. Еще в 60-х годах небезызвестная Control Data Corporation, выпускавшая весьма успешный компьютер CDC-6600, начала экспериментировать с хранилищами на основе гелия. Однако у гелия была одна существенная проблема. Наверное, все в детстве замечали, что шарики, наполненные воздухом, и гелием с течением времени ведут себя по-разному. В довольно короткое время гелиевые шарики спускаются, а шарики, наполненные воздухом, дольше сохраняют свою форму. Дело в том, что молекулы гелия очень малы, а потому они проникают сквозь стенки резины, из которой состоит шарик. Более того, различные соединения гелия могут проникать не только сквозь относительно мягкие материалы, но даже и сквозь прочные металлические сосуды, и главное, опоры в них. Так что первые жесткие диски нуждались в отдельном поддерживающем баллоне с гелием, чтобы постоянно подпитывать гермозону диска. Понятное дело, что такой подход никуда не годился, и невозможно было внедрить такие диски в массовые вычислительные системы. Однако гелевая технология сулила большие перспективы. В 80-е годы был разработан гелевый диск джемми, внушительной емкостью, внимание, в 8,8 гигабайта. В то время как обычные жесткие диски в домашних компьютерах имели емкость буквально в пару-тройку мегабайт. Впрочем, все это были сугубо экспериментальные разработки, которые за рамки лабораторий по большей части и не выходили, и были актуальны не для домашних пользователей компьютеров, а прежде всего для профессиональных вычислений на больших компьютерах размером с целую комнату. И даже там затраты на разработку новых сложнейших производственных процессов не могли оправдать себя, тем более что долгое время нельзя было решить ряд фундаментальных проблем. Но наконец в 90-х годах бурное развитие всемирной паутины, интернета, начало порождать большое количество мультимедийного контента, емкость которого в мегабайтах и гигабайтах постоянно росла, что подтолкнуло производителей жестких дисков к новому витку исследований и разработок. Seagate, Maxter, IBM и Hitachi включились в гонку. В 1998 году Баррис Тайп, молодой физик, работающий над своей докторской диссертацией в компании IBM, интересовался проблемами создания герметичных жестких дисков, заполненных гелием. Для этого нужно было не просто изобрести процесс надежной герметизации корпуса, но и сделать его доступным для массового производства, а не для единичных научных демонстраций. Типичный жесткий диск имеет около 10 отверстий, которые нужно было как-то заткнуть. Уплотнять их по отдельности было неэффективным, а потому Стайп подумал о том, что можно было бы обернуть диск в дополнительный слой алюминиевой фольги. Именно алюминиевые сплавы способствуют снижению утечки гелия. Однако как же надежно соединить отдельные части корпуса диска? Можно, например, их сварить. Однако классический метод уничтожит весь жесткий диск из-за чрезмерного нагрева, а сами швы будут иметь микроскопические трещины, невидимые глазу, но через которые гелий будет быстро утекать. Тогда ученый обратился к аэрокосмической отрасли, где уже применялся метод сварки при помощи тонкого луча лазера, который минимально нагревает окружающий металл. Осталось только разработать новый сплав на основе алюминия, чтобы он не трескался и был устойчив к перепадам температуры. Когда и этот вопрос был решен, то появилась новая проблема. Герметизация проводников, идущих на электродвигатель и на печатную плату контроллера жесткого диска. В производстве холодильного оборудования уже использовались стеклянно-металлические выводы, однако их невозможно было припаять к корпусу диска, потому что припой не прилипал к оксидной части металла. Однако и этот вопрос также был решен путем покрытия никелем. Дальнейшие опыты показали, что новая конструкция вполне себе жизнеспособна, однако разработки так и остались в стенах лаборатории. В дальнейшем подразделение жестких дисков IBM было продано компанией Hitachi. Ныне Hitachi принадлежит Western Digital. А тем временем в 2003 году Акихико Аояги, японский инженер-механик, также работая в исследовательских лабораториях IBM, узнал о проектах герметичных гелевых дисков. Уже в Японии он занялся разработкой коммерческого проекта гелевых дисков. Оказалось, что при всей инновационности идей Баррис Тайпа они нуждались в значительных доработках. Сплав не подходил для массового производства в существующих производственных линиях крупных производителей. При выливании корпуса жесткого диска из алюминия методом литья под давлением в металл попадали мельчайшие частицы влаги, и при сварке шов буквально взрывался при нагреве. Однако и эту проблему удалось решить, но наработки Аояги так и не пошли в массовое производство. В итоге проект был закрыт, хоть и исследования продолжались самим Аояги. Так как руководство посчитало, что капитальные вложения слишком высоки, а повышенную емкость жестких дисков можно было обеспечить другими способами. Например, путем внедрения новых магнитных материалов, утоншением пластин, новыми магнитными головками и перекрывающейся магнитной записью. Лишь в 2009 году о проекте вспомнили снова. И так появился прототип жесткого диска, который содержал в себе целых 7 пластин, в то время как воздушные модели уже не могли иметь более 5 пластин на борту. В гелевой среде из-за снижения турбулентности и плотности газовой среды толщина магнитных пластин может быть значительно уменьшена, а значит в корпусе их можно разместить куда больше. Поскольку пластины становятся тоньше, то они становятся легче, а это в свою очередь снижает вибрации и нагрузку на электродвигатель. Также можно уменьшить расстояние между головкой и магнитной пластиной, что увеличит плотность записи данных. Гели эффективно отводят тепло, а это значит также, что нужно меньше тратить деньги на кондиционирование серверов, а сами диски потребляют как минимум на четверть меньше энергии. В 2013 году Western Digital показывает первый коммерческий гелевый жесткий диск. AsiGate приобрела компанию Maxter, которая также занималась исследованиями и разработками гелевых жестких дисков, и в 2016 году представила гелевые жесткие диски рекордной емкостью в 10 терабайт. Гелевая технология прошла огромный путь, от идеи до множественных экспериментов и опытов. Десятки лет практическое внедрение технологии постоянно откладывалось, однако, когда наращивать емкость жестких дисков стало сложно и дорого, настолько дорого, что внедрение гелия стало в итоге более финансово оправдано, гелевая технология наконец стала на производственные рельсы. Способы герметизации корпуса диска постоянно развиваются, и сейчас производители дают как минимум пятилетнюю гарантию работоспособности таких жестких дисков. Сегодня гелевая технология позволяет разместить 10 пластин по 3 терабайта, каждое в стандартном корпусе на 3,5 дюйма и получить сумасшедшую емкость в 30 терабайт. Что же, надеюсь, что вам был интересен этот емкий исторический экскурс. Напомню, что механически гелевые диски способны работать только в гелевой среде, и при разгерметизации потеряют свою работоспособность. Так что пишите в комментариях, если у вас есть личный опыт долговременной эксплуатации гелевых дисков. Мне будет интересно прочитать. Что же, увидимся в следующих новых интересных публикациях, и пока-пока!